Рекомендации обязательного характера. Новые поправки в законодательство коснулись здравоохранения. С 2022 года врачи обязаны будут лечить пациентов в строгом соответствии с клиническими рекомендациями. Клинические рекомендации – это коллективный документ, который подготовлен специалистами в той или иной области, например, кардиологами или гастронтерологами, и который задержит основную информацию о причинах болезни, о механизмах ее развития, а самое главное – о путях диагностики и путях лечения этого заболевания. Это самый главный документ, это библия для каждого врача. Изменения в законе повлекли за собой волну обсуждения в интернете. Врачебное сообщество разделилось на два ладеря. Одни полагают, что обязательные рекомендации – абсурд, и власти не вправе указывать, как правильно лечить. Другие считают, что ничего страшного в сфере здравоохранения не произошло. Для нас, как для докторов, наверное, просто сама форма закона является новой. А по сути, мы работали по клиническим рекомендациям, они являются для нас опорой, основой. Поэтому мы как их соблюдали, так и будем соблюдать. Клинические рекомендации появились в России пару десятков лет назад. В них заложена основа лечения того или иного заболевания, а эффективность доказана врачебным сообществом. Впрочем, в каждом конкретном случае доктор имеет право отступить от правил, если для этого есть неоспоримые основания. Рекомендации и писались для того, чтобы врач им следовал. Естественно, бывают ситуации, когда мы вынуждены идти в противоречие тому, что написано в рекомендациях. Но эти клинические ситуации, они четко должны быть оформлены, прописаны. И во всяком случае, из тех документов, которые мы оформляем, должно быть ясно и понятно, почему врач в данной конкретной ситуации не следовал тому, что написано в рекомендациях. Александр Никольский – один из пациентов кардиодиспансера, а по совместительству и сам врач-кардиолог. Мужчина рассказывает, что в советское время никаких клинических рекомендаций не было и в помине. Все лечение строилось на личном опыте и мнении отдельных авторитетных специалистов. Классиков наших воспринимали, которые были отличными докторами, Боткин, Борцов и так далее. Там были все полагающиеся научные исследования тоже. И в царское время, и в советское время. Я сам написал диссертацию и статью массу на тему на медицину, естественно. Большинство медиков, конечно, признает, что клинические рекомендации – важная составляющая врачебной практики. К 22-му году власти пообещали доработать и полностью перейти на новые рекомендации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она отметила, что за несоблюдение официальных рекомендаций предусмотрена административная ответственность. Предполагается, что это должно повысить качество оказания медпомощи. Максим Серебряков, Антон Осипов, Ротовая Иванова.